Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня, в среду 3 июня, мы с вами опять встречаемся для того, чтобы новую сводку свежих, достоверных данных о заболеваемости по коронавирусной инфекции узнать, для того, чтобы прокомментировать их со знанием дела, для того, чтобы остановиться на самых актуальных вопросах и для того, чтобы дать вам рекомендации. Вот мои основные задачи. Все остальное в мои функции не входит, поэтому вот сразу оговорюсь, что вопросы, которые касаются фамилии, конкретных чисел, конкретных данных, проведение расследований онлайн, вот этого у нас в нашу задачу это не входит. Значит, начинаем со сводочки и сравниваем ее сразу с понедельником, с 1 июня. На сегодняшнее утро у нас 128 больных, и это плюс 8 относительно понедельника. Выздоровевших при этом 74 человека, это плюс 2 относительно понедельника, и таким образом продолжают болеть еще 54 человека. И из этих 54 человек в госпитальных условиях проходят лечение 13. Из них 10 в нашей клинической больнице, из них 5 средне-тяжелых, и трое в Нижнем Новгороде. Двое в Приволжском окружном медицинском центре, и одна женщина у нас с ковид-положительной поехала на роды в специальный роддом Нижнего Новгорода. Все остальные, значит, вот здесь у нас получается в помце 1 средне-тяжелый и 5 средне-тяжелых в больнице, это 6 средне-тяжелых, 6 из 54 средне-тяжелых, все остальные легкие. То есть в этом плане нас радует, что все-таки в большей части мы успеваем обнаружить заболевание либо на совсем ранних стадиях, либо у людей, у кого она протекает бессимптомно, и это нас очень радует. Но при этом, что не радует, что каждый из заболевших дает огромный круг вокруг себя людей, которых мы высаживаем на карантин, тех, кого называют в близких контактах, с кем общаются без средств индивидуальной защиты, с кем пьют вместе чай, гуляют, ездят на машине, крестят детей и так далее. И таким образом у нас на карантине 120 человек на сегодняшний день. Это очень много, 120. И еще больше нас печалит, что в людях больных и карантинных у нас уже сейчас четко прослеживается заражение внутри работающих коллективов. Вот на сегодняшний день у нас прямо классическая вспышка в фонде социального страхования, когда из 19 работающих по списочному составу человек, трое заболевших – это в Первомайске, и еще, значит, ну, фактически на сегодняшний день, если говорить, вообще уже три человека только остались здоровыми. И то, учитывая вот эти близкие контакты на работе и заражение четко в один оккубационный период по одному месту работы, говорит о том, что люди на самом деле не соблюдали меры профилактики. Мне очень жаль, что так получилось в фонде социального страхования, но на его примере я хотела бы обратиться абсолютно ко всем, и к работодателям, и ко всем людям, кто работает в любых других рабочих коллективах, что это очень важно. Очень важно сейчас соблюдать меры профилактики для того, чтобы не заразиться самим и не принести это заболевание домой, там, где, возможно, у вас есть ваши близкие, а не дай бог еще дети или пожилые люди, или лица с сопутствующими заболеваниями, те, для кого это заболевание может стать смертельно опасным. Поэтому обращаюсь абсолютно ко всем. Разговаривали с очень многими работодателями, с очень многими. И даже те, кто уверен, что их сотрудники работают в масках, при этом говорят, что нет, конечно же, мы не проверяем это, мы надеемся, что люди сами будут за собой следить. И я, собственно, на это надеюсь и обращаюсь ко всем, что, пожалуйста, сами следите за этим, потому что не хочется, чтобы целыми трудовыми коллективами у нас люди попадали на больничные койки. А еще очень не хочется, чтобы попадали еще и маленькие дети. Мы очень переживаем по-прежнему за тех, кто работает с детьми в любых формах. Начнем с детских садов и заканчивая другими. Нам не хочется, чтобы они болели. Поэтому я обращаюсь ко всем, что работать нужно в масках. И работники очень многих предприятий, даже их руководители, говорят мне, что, конечно, у нас это прописано в наших внутренних документах, конечно, мы все это знаем, конечно, всем рекомендуем. Но вы же понимаете, они мне говорят, вы же поймите нас по-человечески, что работать в маске очень трудно. Ну, может быть, я и понимаю вас по-человечески, но слезы не по адресу. Я не могу принять их. Вы можете поплакаться в кругу своих близких людей, они вас, наверное, утешат и, наверное, подбодрят. А вот в мой адрес я такого даже слышать не хочу. Конечно, трудно. Но неужели вы думаете, что менее трудно работать медицинским работником в масках? Неужели вы думаете, что гораздо легче работать в защитных костюмах медикам в лечебных учреждениях, когда их невозможно снять, когда невозможно водички попить, невозможно в туалет сходить, невозможно вообще спокойно жить? Они ходят со следами масок на лице, они ходят, страдая, и вы увеличивая, я уж не говорю о том, что вы, значит, подвергаете опасности людей рядом расположенных, но вы в том числе не думайте о людях, медицинских работниках. Я думаю, что в таких ситуациях нужно подумать о них. Им гораздо труднее. Поэтому, когда вы мне рассказываете, что вам трудно в масках работать, еще раз скажу, слезы не по адресу. Теперь я вернусь к основным нашим насущным вопросам. Я хочу на актуальных самых вопросах сегодняшнего дня остановиться, для того, чтобы понимать, в какой ситуации мы находимся. Ну, во-первых, вот сам анализ заболеваемости и его прироста. Хочу сказать, что мы тут не одиноки. Во-первых, мы вот с этой заболеваемостью двигаемся вместе с нашим регионом. У нас примерно такая же картина на территории всей Нижегородской области. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что мы на самом деле с ней очень активно общаемся, тесно контактируем, завозим ее сюда. Возможно, еще и вывозим за пределы. Уже тоже начинаем с ней делиться, наверное, я так понимаю. И вот все тут дружно в этой каше варимся. Мы прекрасно понимаем, что ровно такая же ситуация сейчас и во многих других городах. И инфекция начала, если по карте посмотреть, двигаться уже ближе к Уралу. И уже тихонечко заходят за Урал. И там повышается количество заболевших. И примерно тенденция такая же. И она тоже, понятно, объективно обусловлена тем, что многие перешли на первый этап снятия ограничений. У нас стало больше контактов, люди расслабились. Там, где они не расслабились и продолжают выполнять меры профилактики, тем не менее, они пользуются некими услугами, которые сейчас уже открыты. Сейчас я о них немножко поподробнее расскажу, как дам определенные рекомендации. И поэтому эта заболеваемость, конечно, стала выше. Нам, с одной стороны, понятно, с другой стороны, мы не можем воспользоваться этими доводами и пожеланиями того, что происходит в Москве и Московской области. Учитывая, что это был первый очаг на территории Российской Федерации, они приняли на себя первый удар. И среди них наибольшее количество заболевших, наибольшее, у них уже сформируется коллективный иммунитет. И у них уже стали актуальны анализы на антитела. То есть определение лиц, которые уже имеют иммунитет коронавирусной инфекции. У нас, к сожалению, этого нет. Все анализы наши последние. Я из раза в раз об этом говорю. Скажу еще раз, что наши анализы на антитела практически показывают, что в крайне редких случаях есть люди, у кого уже создался иммунитет. Поэтому покупаться, во-первых, нельзя на предложение сделать эти анализы. Нечего пока зря деньги на ветер выбрасывать. Во-вторых, мы должны с вами понимать, что с одной стороны мы можем сейчас руководствоваться этим для среза, просто для того, чтобы понимать, что делается в крупных городах. Но для нашего города мы все равно принимаем лиц сюда в командировку или иных приезжающих по временным пропускам с анализами именно на коронавирус. Это я отвечаю на вопрос всех тех, кто мне звонит в последние дни и просит, чтобы к ним приехали родственники. Но, мол, анализ они на коронавирус не сделали. Они сделали анализ на антитела. При этом у них эти антитела отсутствуют, что говорит о том, что они и не переболели, или, значит, могут в любой момент заболеть. Значит, мы сейчас, к сожалению, на это пойти не можем в условиях нашей существующей заболеваемости. Это первое. И второе, очень важный момент для понимания наших отъездов, куда бы то ни было. Значит, многие так говорят. Ну, раз уж так пошла ситуация, раз уж везде заболеваемость растет, раз уж, слава богу, протекает она в легкой форме а у молодых активных людей здоровых вообще бессимптомно, мол, давайте тогда побыстрее все это и сделаем, быстренько все переболеем, и все это быстро закончится. Наверное, как раз ровно так и будет для лиц молодых и здоровых. Но это всегда пагубно отражается на тех, кто находится в группе риска. И для них неважно будет, что это всего 0,1% смертности. Для них эти цифры не будут играть никакой роли. И если умрет от этого кто-то из ваших родственников, вам будет без разницы, сколько умерло вокруг. Десятки тысяч, сто человек или только он один, ваш родственник. Поэтому все-таки вот сдерживать это заболевание все равно нужно. Мы сейчас в такой ситуации находимся, когда любые поспешные наши действия, любой отказ от средств профилактики, где бы то ни было, на работе, дома, на даче, в магазине, в общественном транспорте, в поездках к родственникам, на любом этапе, при занятиях спортом, при прогулках с собакой, где угодно. Если мы совсем пренебрегаем этими мерами, то мы таким образом несем ответственность не только за себя, а за людей, близко, рядом с нами живущих. Потому что на следующий день мы пойдем на работу, туда принесем, потом мы будем еще с кем-то общаться. И сейчас все больше и больше будет этого. А в чем будет больше? Вот давайте посмотрим, что уже начинает работать. Начинают работать наши стоматологи. Слава Богу, им разрешили, стоматологическая помощь возобновлена. За это время накопилось огромное количество болячек. Люди ждали этого с нетерпением, пойдут с заказанием помощи. Открываются и другие виды плановой, так называемой, медицинской помощи, как в амбулаториях, допустим, периодические медицинские осмотры, туда пойдут здоровые люди. Или вакцинация. Вы знаете, что у нас ездят из года в год в регионы с клещевым энцефалитом люди. Им пора, уже давно пора сделать прививку, иначе они опоздают по срокам. Сейчас будем проводить вакцинацию по клещевому энцефалиту. Кстати, вакцины поступило достаточное количество. Она делается, сразу же воспользуюсь случаем, скажу, на платной основе. Но те, кому нужна, уже сейчас можно обращаться в нашу клиническую больницу номер 50, для того, чтобы эту вакцинацию провести. И других моментов. Вот я только на одном остановилась. А много других моментов плановой помощи. И госпитальной, в том числе, помощи, которые уже пора получить. Но что мы видим, что делает Нижегородская область? Уже есть приказ, который говорит о том, что любой человек, который получал стационарное лечение на территории Нижегородской области после выхода из стационара еще две недели должен находиться на изоляции, потому что он потенциально имеет контакт с ковидными больными. Вот это прямо подчеркивает то, что Минздрав Нижегородской области подразумевает, что любой сейчас наш стационар Нижегородской области имеет риск заразить любого человека в стенах своего госпиталя, своей больницы. Поэтому мы прекрасно понимаем, как это сделать в нашем городе. И сейчас есть у нас решение, особенно если это инфекционные больные. Вы знаете, что все поступающие в стационар у нас обязательно проходят проверки на коронавирус и выявляются на этом этапе у нас определенные больные. Но все равно после стационара стараемся, особенно после инфекционного, туда, куда попадают у нас эти люди, они не выписываются сразу на работу. Они проходят еще некоторые долечивания дома с тем, чтобы соблюсти в том числе этот приказ. И подразумевается, что не дай бог он из стационара что-то домой притащил. Вот это вот время две недели выдерживается. Тоже вот смотрите, это сейчас будет касаться и стационаров нижегородских, и стационаров нашей области. Если у нас едет туда лечиться наш человек, наш саровчанин, значит, приезжая туда, он еще какое-то время, не какое-то время, а не меньше двух недель, будет находиться еще на долечивании. Это касается тех, кого направляют на лечение. Те, кто едет на лечение самостоятельно, выбирает лечение самостоятельно и пытается его сделать. Для него все те же самые правила, только нужно это понимать заранее. Вот те, кто планирует, вот как раньше у нас было, у меня будет неделя отпуска или отгула, отгулов я успею за это время быстренько съездить, такую-то медицинскую манипуляцию провести в такой-то клинике, приеду, успеваю спокойно на работу. Вот теперь получается, что не успевает, потому что еще две недели к этому добавляется для того, чтобы отсидеть на карантине. Вот такая у нас сейчас ситуация. Ну, кстати, хочу сказать, что то, что касается, это мы сейчас говорим про нижегородские стационары, а из московских стационаров к нам давно уже люди приезжают, вот именно так. Я вам уже докладывала, что у нас много случаев заражений, которые привезены из Москвы, из Московской области, именно после лечения в стационарах. Теперь вот даже не обязательно лечение в стационаре. Допустим, люди едут получить какие-то процедуры диагностические, которых, допустим, нет в городе, или они не могут долго дождаться очереди, или им эта процедура совсем не показана, но как у нас многие лечатся сами, они считают, что и диагностику они себе делают сами, они вот считают, что им нужно пройти компьютерную томографию, записываются самостоятельно, едут в Арзамас, Нижний Новгород, в другие города, у кого куда получится. Вот сейчас в наше время, понимая, что компьютерная томография является одним из диагностических таких стандартов установления диагноза коронавирусной инфекции, что почти все лица больные прошли ее, плюс лица, кто был подозрителен, проходят компьютерные томографы, и на эти же томографы идут люди здоровые, то есть мы прямо вот смело можем подразумевать, что, идя на эту процедуру, мы подвергаем себя высокому риску на этом этапе заразиться коронавирусной инфекцией. Более того, у нас есть в городе случаи, когда даже не сам человек, получивший, которому делали компьютерную томографию в Нижнем Новгороде или в Арзамасе, а человек, сопровождавший его, например, муж повез жену, брат с сестру или еще кто-то, то есть вот он только привез и ждал, он просто в этом коридоре ждал свою спутницу или спутника, и там же, среди этих же людей, в этом же коридоре он заразился. Поэтому вот я, это рекомендация на этом этапе, когда вот очень пользуется спросом, именно этот вид диагностики, я обращаюсь ко всем. Если нет острой надобности в проведении компьютерной томографии, лучше ее сейчас совсем не делать. Если такая надобность есть, значит, в лечебно-профилактическое учреждение заходит только тот человек, кому она нужна, и соблюдает все меры профилактики. Обязательно в маске, обязательно в перчатках, обязательно с применением потом кожных антисептиков, умыться, и, в общем, с вещами, которые там лучше не раскладывать нигде. А если раскладываете, значит, потом прогладить, помыть. То есть вот эту рекомендацию, эта рекомендация сейчас выходит на первый план. Значит, это мы с вами обговорили, чем на профилактические учреждения, диагностические процедуры, и тоже, собственно, касается и вообще любой помощи. Я советую сейчас в этот период все-таки попытаться максимально, вот насколько это возможно, получить те, кому нужна медицинская помощь, у себя дома, у нас в городе, не ездить куда-то в другие места. Это лишний риск заражения. Теперь второе. Санаторно-курортное лечение. Значит, тоже долго очень стояло. Вы знаете, что очень многие у нас заболевания требуют обязательного санаторно-курортного лечения, восстановления в условиях вот таких санаторно-курортных зон и специальных баз, подготовленных. Просто необходимо. Просто входят в обязательный стандарт, и врачи обязаны назначить. Долго не работали. Сейчас открываются санаторно-курортные учреждения. Значит, любое учреждение такое тоже понимает, что работает в условиях коронавирусной инфекции и тоже понимает, что нужно принимать людей с анализами. Значит, у нас увеличится количество людей, кому мы будем проводить анализ. Кстати, еще подумаем, кому мы будем обязательно проводить, а кому, если кто-то за свой счет просто захочет в это время в пансионат съездить, это уже не обязательное требование. Может быть, мы направим их на самостоятельный, за свой счет сделать такие анализы в иные лаборатории. Те, кому это показано, по медицинским показаниям, значит, анализы будут проведены за деньги федерального бюджета в условиях нашей лабораторной базы в нужные сроки. Тут опасаться нечего. Но вот вы тоже точно так же, как и с лечебно-профилактическими учреждениями, должны понимать, что вот сейчас, вот в эту пору, нужно ехать в санаторно-курортные учреждения, только если это прямо показано вам по медицинским показаниям, если ваш лечащий врач вам это очень настоятельно рекомендует. В иных случаях я тоже посоветовала бы пока этим не пользоваться, по тем же самым причинам. И опять же, в зависимости от того, где находится это учреждение, пансионат, санаторий, курорт, какая-то клиника восстановительного лечения, как хотите ее назовите, но любой из этих учреждений совершенно спокойно может при выписке дать рекомендацию, что 14 дней по контакту с таким-то, таким-то Ивановым, Иван Ивановичем, вы должны будете находиться еще на карантине 14 дней. Вы в эти 14 дней, во-первых, не возвращаетесь к нормальной рабочей жизни. В зависимости от того, кто вас туда послал, это может быть за счет больничного листа, а может быть и за ваш личный счет. Я уже не говорю о том, что вы привезете домой не только риск заразиться сами, но и возможность заразить своих близких. Поэтому вот санаторно-курортное лечение у нас заработало. Еще раз сделаю акцент на то и рекомендую пользоваться только тем, кому это показано, необходимо, кому советует лечащий врач. Третье. У нас открылись храмы. И тут же начались вопросы. И сегодня у меня были вопросы от моих знакомых, от хороших и от дальних, от разных. Ведь пока храмы не работали, многие задержаны обряды. Кому-то детей пора крестить, кому-то нужно бракосочетание, значит, кому-то нужно еще какие-то процедуры, причаститься, вовремя сходить. Ну, а многие вообще просто ждали открытия храмов для того, чтобы полностью войти вот в эту церковную жизнь. Поэтому здесь все то же самое, что и с лечебно-профилактическими учреждениями. Очень рекомендую взять на себя ответственность, подумать хорошенечко, что именно вам нужно сделать, какой обряд, в составе скольки людей, с какими мерами профилактики, куда вы пойдете для этого, в какой храм и монастырь, в каком населенном пункте, с кем вы будете общаться, а с кем, самое главное, после посещения этого храма и выполнения обряда, вы еще и отмечать это дело будете, и за столом вместе сидеть. Вот это все сейчас очень важно, потому что вот это прекрасное, такое очень хорошее, светлое и доброе начинание в виде того же крещения детей может закончиться очень плачевно для целого широкого круга детей, не только детей, взрослых, круга людей, целой большой родственной группы, не говоря уже о том, что потом это занесется опять в рабочие коллективы, и будут страдать еще и те, кто с вами вместе работает. Поэтому вот на сегодняшний день, с учетом открывшихся и магазинов, и лечебно-профилактических учреждений, санаторий, курортов, храмов, парикмахерских, которые сейчас у нас в Нижегородской области работают с определенными условиями, и есть уже несколько открытых в нашем городе. И с началом работы различных спортивных, во всяком случае, вот на улице мероприятий, с тем, что сады в более широком работают режиме, с тем, что столовая на вынос, на вынос своих товаров и спецпитание в НИЭФ начало работать. Вот я только вот такие самые главные вехи называла. На самом деле жизнь восстанавливается. Но мы в этой жизни, в нашей восстанавливаемой, давайте все-таки не будем забывать про меры профилактики. Я вам это очень рекомендую. И мне бы хотелось вам еще напомнить, что вот эпидемический процесс, он имеет тоже свои законы. И когда мы имеем уже с вами 128 больных, зараженных, вернее, если правильнее их называть так, и к ним вот каждый день у нас прибавляется по 6-10 человек, это значит, что завтра, если даже мы сегодня маски начнем носить, ничего не прекратится. Вот так быстро это все не закончится. И это значит, что вокруг нас уже много потенциально зараженных. И это значит, что уже в любом месте, в любом коллективе мы подвергаем себя опасности. Но это в то же время и означает, что мы должны, кроме того, что заболеваемость большая, мы все-таки помнить об этой мере должны, потому что только эта мера будет сдерживать нас. И только она позволит нам не выводить эту заболеваемость за пределы самых активных групп населения. То есть даже если, допустим, человек сам подвергается какой-то минимальной опасности и принимает на себя какую-то минимальную заражающую дозу, вы знаете, что для любого заболевания нужна определенная заражающая доза. Если мы ее очень мало получаем, то мы или бессимптомно переносим, или совсем можем даже не принять ее, наш иммунитет справится. Но во всяком случае мы ее не принесем в дом, мы ее не принесем к родным, мы ее не занесем в больницу, мы ее не дадим беременным. У нас уже на сегодняшний день две беременных, которые вынуждены, наверное, будут рожать в спецроддоме. Вот давайте подумаем о них. И давайте в сложившейся ситуации будем продолжать эти меры безопасности все принимать. Я желаю всем вам стойкости в этом соблюдении. Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. И до свидания.